Всем привет! В двух предыдущих роликах мы с вами сняли старый материал и сделали комбинированный маникюр. В этом ролике мы покроем наши ноготочки базой, выровняем их и подготовим для покрытия цветом. Начинаем наше выравнивание с праймера. Праймер бескислотный, неонейл, достаточно жидкий, так что кисточку выжимайте перед нанесением. Старайтесь не возить по одному и тому же месту и не попадать на кутикулу и во все пазухи боковые. До этого в предыдущих роликах мы с вами сняли старый материал, сделали наш комбиманикюр и сейчас будем выравнивать базой нашей ноготочки. Покрывать будем базой Клио, латекс, достаточно густая, поэтому работать ей комфортно, как и новичкам, так и профессионалам. Наносим подложку, тоненький слой базы. Здесь обязательно проходим по бокам нашей ноготочки. И потом ставим капельку приблизительно на середину ногтя. И кисточкой, уголочком распределяем ее равномерно по ногтевой пластине. Периодически переворачивайте, для того, чтобы у вас не затекало в боковые пазухи и для того, чтобы апекс оставался на месте. Для того, чтобы проверить ваше выравнивание, вам поможет ваша лампа. Блик на ней должен быть ровненький, вытянутый овал. Ставим капельку, распределяем, как видите, не сухой кисточкой, на ней есть немного материала. Движения воздушные. Не забываем переворачивать. Перевернули, подержали. Вернули в исходное положение. И обязательно проходите еще разок у торцов. Потому что во время переворачивания база может убежать от края. Наносим подложку. Ставим капельку. Распределяем ее по ногтевой пластине. Мы видим, что большая часть материала у нас остается на серединке ногтя. На самой устойчивой, защищенной части ногтя. Тем самым мы правильно распределяем вес и обозначаем центр тяжести. Сейчас очень много баз, большой выбор. Все они в большинстве своем хорошие. Каждый подбирает под себя. Очень много баз самовыравнивающихся. С разными кисточками, с длинным ворсом, с коротким ворсом. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Подбирайте наиболее удобную для себя. Не забываем во время выравнивания переворачивать. Вы себе так облегчите работу. Нанесли подложку, капельку и кисточкой, уголочком кисточки распределяем наш материал. Проверяем наше выравнивание бликом от лампы. Базы полимеризуются достаточно быстро. Поэтому 30 секунд для полимеризации вполне достаточно. Вот мы выровняли с вами ногтевую пластинку. Видите блики? В следующем ролике мы будем с вами покрывать цветом и топом. Это была третья часть нашего сериала о том, как сделать комбинированный маникюр и покрыть гель-лаком. Скоро выйдет четвертая часть, в которой я расскажу, как нанести цвет и покрыть топом. Подписывайся на канал вот здесь. Ставь жирный лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если ты еще не посмотрел предыдущие два ролика, то обязательно вернись и посмотри. Вдруг подчеркнешь для себя что-то интересное и новенькое. А пока мы прощаемся с Изюшей, да? Продолжение следует...